всем огромный привет сегодня мотивация у нас на уборку от артем очки сынок изъявил сам желание решили убираться на камеру и мне как бы облегчил работу потому что я в основном убираюсь когда сын уходит в школу во вторую смену анжелика на дневной сон алина получается в садике то есть детки все заняты все так сказать при своем деле а я свободно ну часа два так скажем у меня есть а то и бывает и меньше конечно и вот как видите сегодня убираемся с утра и это очень конечно меня радует потому что мне совсем немножечко придется убирать я не люблю вот эти игрушки собирать и вот темка очень не в этом плане помогает алина ленится тут еще кстати тема решил и попылесосить такой умничка у меня вообще в общем я была очень довольна и кстати он еще даже и пыль протирал не обращайте внимание на наш захламленный стол на этот стеллаж тоже у меня будет отдельный ролик на эту тему меня просили заснять стеллаж как я там убираюсь того вся канцелярия в общем я обязательно буду снимать ролик такой потому что мне и самой хочется и к тому же и у меня просили снять эту мотивашку в общем вот как видите сынок тут вот так вот аккуратненько складывает квадратиком тряпочку я вот так учила и говорю так удобнее тебе будет вытирать пыль и то есть он вот так у меня привык и вот всегда так делает молодец умничка темик уже ушел в школу а я решила перебрать и выбросить ненужные фломастеры которые уже просто непригодные они уже выдохлись и не пишут как правильно сказать в общем дети неправильно закрывали точнее не закрывали фломастер и соответственно он уже не пишет вот прям большая куча нас собиралась я так сожалению не засняла но вот сам процесс то что я это все перебираю и расписываю внутри что пишет что не пишет тут я уже принялась это так скажем складывание вещей что-то погладить убираюсь это просто складываю последнее время я очень редко глажу точнее вообще перестала гладить можно сказать только перед выходом глажу или допустим глажу одну-две вещички на завтра допустим что-то детям в школу в садик вот так вот у меня получается и смотрите решила я опробовать новую швабру свалберис и мне на принципе понравилось окна я еще ею не мыла ну вот решила потереть пинтуса также потолок тут я шкаф протираю даже обои протерла влажной тряпочкой все очень мне понравилось все классно единственное не особо мне понравилось тряпочку снимать одевать ну тряпку же полоскать надо вот этот тазик я полоскала и знаете пыль прям заметно сколько ее там много но тряпочки к сожалению я вам этого не показала а тут на потолке я заметила у нас след от скотча остался и вот я тут пытаюсь его оттереть это когда-то ваня и мама украшали и приклеивали шарики до скотча и вот видимо след остался решила также отодвинуть кровать и просто посмотреть сколько там пыли безумно хотелось там убраться потому что давно мы этого не делали и да вот видите какая тут грязище пылища тут валяются и тряпочки какие-то игрушечки и знаете как назло сел у меня мой вертикальный пылесос и мне не хотелось это все заметать я в общем дождалась когда у меня пылесос зарядиться и только тогда я эту пыльцу убрала решила собрать вот эти тряпки игрушки и вот эти вот мелкие и протереть пока саму кровать вот эту вот спинку потому что зачем время зря терять что-то сделать и дело тапочки ты просто пыль чтобы на носке ничего не цеплялось наши портреты тоже давно не протирались на них большое количество пыли скопилось обязательно их решила тоже протереть это получается сухая такая уборочка я поняла что глажная тряпочка вообще ни в коем случае не нужно этого делать потому что попадает это все равно под стекло и на фото конечно же все это портится так что я отлично кстати протерла сухой тряпкой и до замечательных ведь и даже пить к на тумбочке там было и решила пройтись тут вот прям по обоим влажной тряпочкой все хорошо но тут у меня уже зарядился пылесос и я все отлично запылесосе во все хорошо ну а как я уже мыла пол это я уже не снимала так что вы увидите только как и пылесосил день другой так скажем я на кухне делаю как домашние обычные ежедневные дела все раскладываю по местам чистая посуда в общем все как всегда и и и и в этом ролике я продолжаю пересыпание сыпучих продуктов круг решила гречку оформить в такую баночку баночка из-под молока тоже надписи буду клеить также перец сахарная пудра очень все опять оформляю и знаете какой-то такой релакс получая в общем не знаю мне нравится этим заниматься потом приклеивать наклейку это все так красиво смотрится не знаю мне очень нравится и тут я вам решила показать наклеечки эти наклейки я получается заказывала на вал берез и они мне не очень понравились нежели те которые шли в подарок вот эти вот вместе с баночками когда я заказывала баночки и вот мне положили вот эти наклейки и они знаете намного лучше потому что у них есть фон вот видите как бы белый фон и черная надпись а тут получается прозрачный фон и черная надпись но это которые я заказывала вот видите горох гречневая крупа вот как-то нечетко да ну по мне так это так ну я все равно это все использую не пропадать же добру так скажем так что вот с вами поделилась и сказала о том что мне больше нравится что нет на этом буду заканчивать свое видео всем спасибо и всем пока пока